Добрый вечер всем. Теперь, я должна начать с чего-то, с чего я не люблю начинать, но другого выхода нет. Значит, название нашего сегодняшнего урока я прочитала в объявлении Толдот Ешруна об этом уроке. Что я хочу сказать? Значит, там формулировка окончательная, и я предполагаю, что люди, которые записались на вебинар или смотрят, читают это под названием «Как вести себя так, чтобы…» Построить отношения так, чтобы… Как построить отношения так, чтобы потребности друг друга были удовлетворены без критики. Значит, дорогие женщины, критику на сегодня мы выбросим и оставим ее, если Ора будет заинтересована во мне еще раз, но мы оставим это на следующий раз, потому что я не думаю, что я дойду до критики. Так, второе, собственно говоря, у меня есть вопрос о самой теме. А кто сказал, что брак – это место, где мои потребности или потребности супруга обязаны быть удовлетворены? То есть я хочу поговорить о том, что я только что сказала, потому что, так как тема звучит, прямой вывод, в моих глазах, по крайней мере, у меня есть потребности. Они должны быть удовлетворены, второй он объект для удовлетворения моих потребностей, а я должна научиться манипулировать и, извиняюсь, я сейчас этим не пользуюсь, как некрасивым словом, но я должна научиться пользоваться этим объектом так, чтобы он удовлетворял мои потребности. Теперь, так вот, я хочу сказать, есть потребности женщины, без которых прожить невозможно. Эти потребности перечислены у нас в КТУБе, то есть любая замужняя женщина, я надеюсь, она знает, что ее муж в КТУБе обязался кормить и поить ее, отдавать крышу над головой, и одевать, и, кто не знает, это включает, так сказать, и все то, что женщины нуждаются, то есть косметика, украшения и так далее, не имеется в виду, что он ее будет одевать в мешковину, и тем самым она будет покрыта, так, и огромное спасибо, заботиться о ее интимных нуждах. Теперь, все это – потребности, без которых существование женщины просто невозможно. И я не собираюсь сегодня посвятить этим потребностям весь урок, но давайте заметим, что интимность вошла в разряд вещей необходимых для жизни. Так как невозможно без хлеба и без одежды, так невозможно и без интимных отношений, потому что это женская потребность. Отсюда сделаем прямой вывод, что там не говорится только о том, чтобы был секс, в результате которого мужчина получит удовольствие. Речь идет об интимности, в которой жена радуется, наслаждается, хочет ее и так далее. Но сверху этого никто не обязался удовлетворять мои потребности в браке. И я, честно говоря, не обязывалась, я не помню, чтобы ко мне под хупой подошли и спросили меня, а собираюсь ли я удовлетворять потребности, так? То есть, потребности бывают самые разные. Вопрос или второй должен танцевать под эту дудочку. Так вот, давайте начнем с чего-то. Звучит грустно, но я это говорю совершенно. Я когда это прочитала в свое время, у меня слезы на глазах набежали. Во-первых, есть одна женская потребность, которая бесконечна, и нет возможности ее удовлетворить. То есть, наказание женщины за грех первой женщины, так? Это в, я приведу это тут же, в лаишех чукатых в у им шоу бах, так? То есть, и к мужу твоему страсть твоя, и он будет над тобой властвовать. Некоторые из наших толкователей говорят, что речь идет там о том, что нужда женщины в любви и внимании от мужа настолько велика, что просто нет возможности, чтобы какой-то мужчина ее полностью удовлетворил. Всегда, сколько бы мы ни получали в этой области, будет недостаточно. Это что-то такое, что вложено в природу мира. Я помню, как я когда-то разговаривала с одной парой, где он медик, они вместе сделали чего. Им обоим было очень важно, чтобы он учился. С другой стороны, она жаловалась, вам же не надо объяснять, что такое врач в больнице, а если кому надо, то могу объяснить. Это человек, который домой показывается крайне редко. Теперь я не говорю на уровне профессорских должностей, я говорю про врача. Так, значит, с другой стороны, он хочет учиться. Короче, получилось, что у них очень мало времени один для другого, кроме шабата. Я ему говорю, значит, смотрите, если вы действительно хотите учить то по-настоящему, то для того, чтобы это не было войной, а ваша жена хотела вас провожать на эти уроки, нужно решить, что кроме шабата, амоции, шабата, и давайте еще один какой-нибудь вечер посреди недели, вы будете посвящать дому, семье, жене лично и так далее. Обе стороны договорились, все в порядке, на этом мы распрощались. Проходят пару месяцев, она мне звонит и говорит, мне с вами надо поговорить о нашем договоре. Я говорю, что такое муж его не выполняет. Я думала, знаете, мужчины и варкоголизм, то есть трудоголики, таких много, мужчина, который учебой увлекся, таких много. Нет, говорит, выполняет как часы. Я говорю, так в чем проблема? Они говорят, я поняла, что мне трех вечеров в неделю мало. Я говорю, солнышко, нет ни малейшей проблемы, мы можем договориться про четвертый. У меня только вопрос, когда будет пятый? Ну как? Если он согласится еще на один день, вот теперь это удовлетворит полностью, конечно нет. Захочется пятый, шестой и седьмой, потому что женщине всегда хочется быть с мужем, и сколько муж не даст в этой области, если пара любящая и хорошая, ей будет хотеться больше. То есть сразу говорю, это потребность, которую удовлетворить невозможно. Так, что да, можно, можно научиться сделать так, чтобы, как бы сказать, чтобы наша близость меня радовала, наслаждала, чтобы нам было вместе хорошо. Но сказать, вот все, теперь я полностью сыта, этим не будет такого. Кто сыта, той муж не нужен вообще. Так что слава Богу, что мы не сыты. Так, теперь. Но я хочу говорить о других потребностях. Дело в том, что сегодня слово потребность стало эдаким заявлением. Вот мне это положено, сними с луны и доставь. Так? То есть, мужчина должен одевать женщину. Что такое одевать? Можно сказать, что у любой женщины в гардеробе должно быть достаточно много вещей, чтобы она не повторяла. Каждый раз, я извиняюсь, в порядке анекдота, но моя бабушка на полном серьезе доказывала, что человеку нужны три вещи. Одна на нем, другая в стирке, третья на шаббат. Зачем еще какие-то вещи? Сносится, нужно заменить эту вещь. Так? Так понятно, что мы сегодня воспитаны немножко по-другому, и мы любим одеваться по-другому. Но когда женщина говорит, мне нужно, это нужно, или это я хочу, я помню, мы когда-то выдавали замуж девочку, которая у нас дома была как приемная дочь. Значит, и мы просили людей помочь, деньгами, обращались к тому, второму, третьему. И вот я помню, как она мне говорит, мне нужны синие туфли. Я говорю, зачем тебе нужны синие туфли? И вот у меня костюм, под которым мне нужны синие туфли. Я говорю, смотри, костюм очень-очень темно-синего цвета, и я думаю, что элегантные черные туфельки с ним будут смотреться вполне нет проблем. Но вы же для меня собираете деньги, это же мои деньги. Я на нее посмотрела, говорю, знаешь, ты совершенно права. Следующий человек, которому я обращусь за деньгами, я скажу, что у меня есть бедная невеста, которая нуждается в помощи для того, чтобы купить седьмую пару обуви. Так как она жила у нас, я знала, что речь идет про седьмую пару туфель. Я говорю, каждый, кто мне даст на это деньги, ты их немедленно получишь. Я обещаю, что я их не положу в свой карман. Она на меня посмотрела, и говорит, а если я пару раз выйду помыть полы и куплю себе синие туфли? На здоровечко, мой полы и убирай. Ты так хочешь синие туфли, заработай их, я тебе не мешаю. Но научись, что не все, что хочется, это значит, что это нужно и это потребность. Это все, что я хотела об этом случае. Так вот, дорогие женщины, я сегодня это вижу ни разу и ни два. Когда мне люди объясняют, что зарплаты не хватает и он не добытчик, и пусть он соизволит поработать больше. Теперь я не говорю о мужчинах, которые проводят день на диване с компьютером и объясняют, что они ищут ту работу, ради которой стоит будет работать. Потому что ради вот этой вот зарплаты не стоит. Кто-то другой обогащается за его счет, а он это не позволит. так, не об этом я говорю, я говорю о человеке, который честно работает, но это его возможности. А начинается, но мне же мало, но мне же нужно, но что это такое, у всех есть, только я не получаю и так далее. Так вот, как можно сделать, чтобы он удовлетворял мои потребности? можно взять, положить его под пресс, видели, как масленичное масло выжимают, и выжать из него еще часы работы, еще заработок, еще деньги, это в конце концов сработает. Вопрос, какой у него при этом ко мне будут отношения, а самое главное, насколько мне даст счастье и удовлетворенность вот эта вот очередная вещь, которую я из него выжила под этим прессом. А можно попробовать понять, она действительно так необходима? То есть, если мы говорим о потребностях, то, во-первых, давайте договоримся, что не все, что мне хочется, называется потребностью. потребность в словаре это нужда. Нужда это вещь, без которой нельзя обойтись. Например, коляска для ребенка, наверное, без этого обойтись невозможно. Так я предполагаю. Во всяком случае, сложно обходиться без нее. Вопрос то, какая цена должна быть у этой коляски и для чего мне нужна коляска. Или она мне нужна для того, чтобы ребенку было где лежать, его можно было вывезти, или, как я сегодня ввяжу коляски за цену, что салон в квартире можно вставить, и коляска мне нужна для того, чтобы все на нее смотрели и завидовали. Так вот, вопрос, ли эту потребность нужно удовлетворить. То есть, это первое. Для того, чтобы кто-то удовлетворял мои потребности, давайте действительно переведем это на слово нужда. То есть, женщина сегодня, которая работает, если я буду в этом являться трижды в неделю в школу, мои ученицы начнут обсуждать, что у них за учительница, хоть и кофточка симпатичная, так, но все-таки мне нужно иметь пару вещей, чтобы их менять, и, наверное, не только две по системе моей бабушки постирала и одела, так, вот. Но опять, ведь все прекрасно знают, у скольких женщин висят вещи, которые были куплены просто потому, что я прошла и увидела, что есть распродажа. Так, и после этой распродажи вещь была чересчур модная, то есть, в следующем сезоне ее уже не оденешь, она выглядит нелепо, и шкаф переполнен вещами, которые не употребляют, а у меня потребность покупать новые вещи. Сегодня такая потребность, она становится все больше и больше. Так вот, вопрос, должен ли мужчина ее удовлетворять, эту потребность. Я тут недавно разговаривала с молодой парой, где у нее потребность, чтобы он ее развлекал несколько раз в неделю. Теперь он на работе допоздна, он приходит домой, он усталый. Так, а я целый день сидела дома, и мне одиноко. Так, развлекать потребность. Женщины дорогие, абсолютно то же самое может быть и с другой стороны, я отнюдь не утверждаю, что это только женское. Я говорю одну вещь, что люди сегодня привыкли, что то, что мне хочется, то, что мне нужно, и подай все, чтобы в потолке открылась дырка, чтобы произошло какое-то чудо, и чтобы я это получила. Так вот, я никому, не дай Бог, не желаю ощутиться в ситуациях, где все это станет абсолютно никому ненужным и безмысленным. Так, но не дай Бог, когда люди болеют, то как-то совершенно неинтересно, в какой одежде добираешься до больницы. Так, абсолютно неинтересно. Не дай Бог, когда есть проблемы на работе и человека уволили, то начинаешь думать, как заплатить за квартиру, чтобы оттуда не вылететь, потому что это не потребность крыша над головой, а необходимость. Так вот, я не предлагаю, чтобы, не дай Бог, оказаться в этих ситуациях, но давайте научимся, что не все, что мои глаза увидели, не все, что мне хочется, это нужно. Это первое. Теперь второе. Я возвращаюсь к женской потребности в любви, внимании, тепле и так далее. Вот это воистину настоящая нужда, настоящая потребность женщины, которая этого лишена, ей чего-то очень, очень, очень не хватает. Сколько очень не напишу, все будет мало. Вопрос опять. Как я вижу второго? То есть, вот я раньше привела этот пример с развлеки меня по вечерам. Так? И когда я ей сказала, что, слушай, ну он же тоже живой человек, он возвращается после целого рабочего дня, он уставший, он голодный, он хочет отдохнуть немножко. А что же мне делать, если мне нужно развлекаться? Так вот, смотрите, я не спорю, мне тоже нужно развлекаться. Так? Но у нас дома, когда мы говорили моему отцу в возрасте 5, 6, 7 лет, потом желание это говорить пропало, потому что мы знали, что так, что, каков будет ответ, когда мы говорили, что мне скучно, отец говорил, я уже заказываю цирк шапито. «То есть никто тебя не обязан развлекать? Я и сказала, ты хочешь с мужем развлечься, пожалуйста. Он приходит, приготовь ужин. Первым делом начнем с этого. То есть, я себе перечисляю нужды второй стороны в мозгах. Одна нуждает поужинать после целого рабочего дня. Поужинал. Теперь у него нет силы выйти. Есть настольные игры, есть книжки, которые можно почитать вместе, есть музыка, которые можно послушать, есть фильмы, которые можно посмотреть в домах, в которых пользуются компьютером. Я берусь найти, как можно развлечься вдвоем, если я только не запрограммирую себя на то, что он должен быть массовик затейник. То есть, он отвечает за нашу развлекательную программу. Б, что программа может быть только на улице. В, что нужно потратить какие-то деньги для того, чтобы я развлекалась, пойдем в Кэньон, пойдем туда, пойдем сюда. Если не объявлять, что вот эти вот установки это потребность, то можно найти, как развлечься вдвоем. И можно договориться, молодая пара детей, детей укладывать не надо, что, знаешь, дорогой, муце и шаббат, мы с тобой куда-нибудь выходим вместе, раз в неделю. Но для этого я должна видеть нужды второго и спросить себя, как я могу с тем, что мне хочется варьировать так, чтобы он мог и я бы могла. Теперь понятно, что я получу только часть того, что я хочу. Я бы хотела семь раз в неделю выходить по вечерам и развлекаться. Не получается. То есть сам принцип, что жизнь должна быть создана так, что все, что мне хочется, должно выполняться. Дорогие, вы знаете, мне бы очень хотелось весить этот килограмм 45, иметь идеальную фигуру и покупать вещи сорокового размера. 38-го уже не люблю, но не важно. Так, я могу что-то со своей наследственностью сделать. У меня генетика, которая просто не работает под это. Я могу заморить себя голодом. Да? Не стоит. Правда? Я тоже так думаю. Так, слушайте, очень часто бывает, что вот для такого удовлетворения моей потребности мы замориваем голодом наши отношения. потому потому что мужчина, который выходит женщина, не имея к тому ни малейшего желания, уставший, раздраженный, даже если он прикусит язык и с таким вот выражением лица пойдет развлекать ее, я сильно сомневаюсь, что ей будет приятно, что это будет развлечение, а если она ему еще устроит скандал, выходим, а ты себя так ведешь, что еще и будет ссора из-за ее неблагодарности. А если я решу, что да, я могу получить только одну седьмую часть тех развлечений, которые я хочу, за то мы будем выспавшиеся, мы будем в хорошем настроении, мы заранее спланируем, куда мы пойдем, то это может дать колоссальное удовольствие и в какой-то степени насытить мою нужду, так? То есть первое, что невозможно, это получить в любых отношениях все, что хотят. Причем меня больше всего поражает. Вот мне интересно, кто-нибудь идет наниматься на работу, заходит и говорит хозяину, смотри, я хочу работать в такие-то дни, в такие-то часы, получать такую-то зарплату, делать такую-то работу, вот на этих условиях, если возьмешь меня, я готова тебя работать. Вы знакомы с человеком, который так устраивался на работу, я лично с ним никогда не встречалась. То есть на работе любой человек понимает, что даже если мне что-то хочется, я могу вежленько попросить, очень поблагодарить, если часть выполнили, обдумать, стоит ли мне браться за эту работу, если ничего невозможно и иногда еще как приходится, так, и быть удовлетворенной тем, что есть, или неудовлетворенной, искать другое место работы, но пока держаться за это. Но вот когда в семье вынь да положи, так, хочу все, хочу так, как хочу. мне нужно, чтобы муж мне помогал, я про себя говорю, так, если тут есть замужняя, которая совсем не нужна, я завидую, какая она замечательная хозяйка, я нет, так, мне нужно, чтобы мне муж помогал, но когда я слышу список, во-первых, помоги мне в этом, а не в том, так, вот я это, я же не выдумываю никогда ничего, женщина мне звонит, я хочу, чтобы он забрал детей на несколько часов, а тогда я смогу все сделать так, как я хочу, а он не хочет затрать детей на несколько часов, почему она хочет, чтобы он забрал, потому что она от них устала, а он не справится несколько часов, у него это не получается, поэтому он предлагает, давайте, помогу в том, помогу в этом, а это мне не надо, так, то есть опять, вынь, да положь по моему плану, так, вместо того, чтобы ценить то, что получаю, я хочу, чтобы ты зарабатывал так и так, потому что мне уже надоело жить, вот так вот задушено, пожалуйста, наймись, найди работу, где это платят, можно подумать, что сегодня единственное, что нужно человеку для того, чтобы устроиться на работу, это стать и выбирать, на какой лучше платят, у меня когда-то был разговор с такой парой, она жаловалась, что он работает мало, он от нее просит делать дополнительные часы на работе и так далее, мало, это полный рабочий день, теперь, он ей сказал, он говорит, смотри, я человек с минусом, я не уверен в себе, у меня нет локтей, я не умею пробиваться, я устроился, я работаю, я приношу домой зарплату X, ты работаешь на более выгодной работе, каждый час твоей работы для нас имеет гораздо больше смысла, чем, чтобы я добавил, выяснилось, что мужчина платит за это постоянно, он готовит у них дома, он убирает у них дома, и он укладывает детей вечером, младших детей вечером спать, вроде, по-моему, он честно отрабатывает свои шаот, нософот, так? Я, даже, невозможно даже поверить такое. Девочки, я разговариваю, а вполне живой и настоящий парень, нет, мужчина должен. Слушайте, кто это мужчина? Вот твой муж, ты за него вышла замуж, этого человека есть недостаток, он не уверен в себе, он не пробивной, так что ты хочешь? Свернуть его в бараний рог и этим рогом пробивать карьеру, ты хочешь, чтобы он стал уверенным в себе, несомненно от того, что это о критике, так, в скобочках, мы следующий урок этому посвятим, я не сомневаюсь, что от того, что ему говорят, что он не умеет заработать, не приносит в дом достаточно, у него, конечно же, просыпается энтузиазм идти и искать новое место и уверенность в себе прибавляется на случай, что кто-то шутки не понимает, я не говорю серьезно, так, потому что я еще не видела человека, которого унижают и в результате у него прибавляется уверенность в себе, ты можешь развестись, если он такой плохой, но невозможно же переделать человека, вот я опять возвращаюсь, если я из него хочу сделать объект, который удовлетворяет мои потребности, то, извиняюсь, он не робот, который я могу запрограммировать как хочу, он живой человек, он не объект, у живых людей есть достоинства недостатки, не люблю гулять на природе, а вот для меня только природа это настоящее, так, вот, иди со мной на природу, теперь, опять, несколько вариантов, запишись на кружок, который устраивает организованные экскурсии, по крайней мере, в Иерусалиме полно, может, не всегда самая религиозная публика, сговорись с подругой, пойди сама, попроси его, как о великом одолжении, и поаплодируй ему, и дай что-то за это, но что это такое, я люблю природу, поэтому одень рюкзак и потопали, так, а это то, что происходит все время на самых разных уровнях, и я извиняюсь, что я об этом говорю, но последний раз, что я с этим столкнулась, шла речь про совсем молодую пару, где в запрещенной периоде было очень тяжело, теперь кому не тяжело, значит, она действительно своего мужа не любит, так, и вот она мне начинает говорить, а что делать, если мне нужно, чтобы меня поцеловали в этот период, и говорю, молиться, чтобы он поскорее прошел, и чтобы теперь хватило терпеть, дождаться его, бог даст, есть иногда, что на девять месяцев не нужно, это соблюдать, так, поскорее пусть такого приятно, да, но мне надо, и говорю, извини, милая, а что ты хочешь, чтобы он ради тебя переступил запрет истории, он религиозный мужчина, не знаю, я думала, должно быть приятно, я говорю, странно, потому что, так сказать, ты ко мне на уроки ходила, я могла сказать, чтобы быть приятно, запрещенной, но и только в состоянии глубокого опьянения, а так как я не прикасаюсь к алкогольным напиткам вообще, то вряд ли это могло произойти, но что, кому ты имеешь претензии, и к всевышнему, и к нему позже, слушайте, это хорошее занятие, иметь к нему претензии, главное, очень помогает, очень помогает, вот как я сейчас сказала, я хочу, знаете, вот я сильно хочу с тем, что я достигла с умственной точки зрения, вернуться лет на 20 назад, и все теперь делать правильно и умно, я хочу, пусть подаст, улыбаетесь, невозможно, так вот точно так и есть еще миллион вещей, которые невозможны, и если я себе это говорю с самого начала, что когда я пришла в этот мир с моей душой, никто не подписывал договора об удовлетворении всех моих потребностей, и за каждую потребность, которую удовлетвориться, нужно спасибо сказать, то тогда, может быть, у меня будет совершенно другое настроение, тогда, может быть, я смогу оценить, что муж, который знает, что мне очень тяжело в запрещенный период пошел и купил шоколадку и сказал это вместо, тогда, может быть, я смогу оценить, что он говорит, знаешь, дорогая, тоже ужасно скучаю, за тобой идем, поговорим вместе, но если я говорю, а я хочу вот так сменить эту ру, она меня не устраивает, так я могу хотеть, или же я могу изнасиловать человека, в этом случае уже против его взгляда, его совести и так далее. Теперь, ну, а все-таки, что делать, если мне хочется, чтобы меня баловали? Очень естественное женское желание. Первое, давайте поищем, как побаловать другого. то есть он же должен от кого-то научиться, как балуют, а давайте не забывать, что очень многие в русских религиозных парах балы и чува, они единственные дети, которые привыкли, что родители должны выполнять их желания, но не привыкли к тому, что они должны под кого-то подстраиваться, выполнять чьи-то желания и так далее. Теперь, как я могу научить человека меня баловать? Могу, но неэффективно вынудить его меня баловать? В этом случае он меня будет баловать стиснутыми зубами, пока вместо баловства не будет хороший семейный скандал. А могу научить его, как это приятно, когда балуют. Рассказывала мне недавно одна молодая женщина, они женаты несколько лет, и он ей как-то в разговоре сказал, ты ничего не делаешь для меня. Она полезла на стенку, как говорит, не делаю, варю, стираю, ты выходишь на учебу, он учится в Ешиве, как картинка, стараюсь заработать деньги, делаю кучу вещей, как чистая правда, все делаешь. Но не для меня, за все годы нашего брака, ты меня ни разу не спросила, а что тебе хочется, что тебе может сделать приятное. Она говорит, в первый момент я была возмущена, как это, а потом подумала, а ведь и правду, ни разу не спросила. Она говорит, и говорит, я решила, я попробую. Перед шаббатом она спросила, скажи, вот я буду делать салаты на шаббат, какой ты любишь. Он назвал, она сделала этот салат, и значит, когда его поставила на стол, сказала, знаешь, я сделала это именно для тебя. И она говорит, слушайте, у меня был другой муж, он сидел, он улыбался, вот этот, говорит, крохотный салат, для него это было так много, потому что вдруг кто-то о нем подумал, сделал так, как он хочет. Так вот, первое, давайте научимся спросить человека, как ему может быть приятно. У меня на прошлой неделе у мужа был день рождения, я его спросила, значит, не пыталась сделать сюрпризы, мы не очень любим это, ни он, ни я. И я говорю, ты хочешь это, нет, это совсем не нужно, ты хочешь это, нет. Говорю, ты знаешь, я бы тебе хотела купить одну вещь, но не знаю, или это больше для меня, или больше для тебя. Он мне говорит, о чем ты говоришь. Я говорю, ты знаешь, я всегда смотрю, что когда ты учишь про то, по хумашу, про жата живуа, про бейтамигдаш, у тебя всегда куча вопросов. Когда мы ездим в старый город, ты мне все говоришь, что на всех этих схемах непонятно. Есть чудесный альбом с иллюстрациями, с комментариями, я бы тебе хотела купить. Ой, говорит, а это не очень дорого. Я говорю, нет, это уже не твое дело, я, слава Богу, зарабатываю достаточно, чтобы я могла раз в год купить альбом. Я его принесла, он мне говорит, слушай, теперь только время для него. Так заняло фантазию, пришлось подумать, совсем что-то нестандартное, я предлагала совсем другие вещи сперва, но когда я чуть-чуть напряглась серые клеточки, получилось, я думаю, что каждая из вас знает, каким диском музыкальным можно кого-то порадовать, каким блюдом, каким шоколадом, какой мелочью в одежде или не очень мелочью, если можно себе это позволить, но все мы, если подумаем, найдем, как побаловать другого. Человек пришел домой, первая фраза не, ух, как я проскучала весь день, когда мы выйдем погулять. Нет, совсем не это. Первая фраза. Ты, наверное, очень уставший. Ты хочешь сейчас покушать или хочешь стакан кофе и посидеть спокойно. Теперь, я часто слышу, когда я вот это все предлагаю. Да, и так я целый день занята только тем, что я делаю то, все, так, а вот если я еще и буду выяснять, что он хочет, он же мне на шею сядет, так? Женщины, дорогие, не сядет. Когда говорят кемаим паним эл паним, то есть как мы, как в воду мы видим свое отражение, так отношения между людьми. муж, который чувствует, что жена хочет идти навстречу его каким-то желаниям, его нуждам, проверяет, в чем они заключаются, говорит ему, чтобы сделать ему приятное, что, как, зачем, так через какой-то срок, я не обещаю в тот же день, и у нее начнет получаться получать назад тоже баловство. Теперь далеко не всегда и далеко не всегда точно то, что она хотела. Элементарный пример. Мой муж прекрасно знает, что я люблю цветы, но у нас в этом разный вкус. Мой муж, чем больше веник и чем больше цветов в этом венике, тем букет лучше. И меня долгие годы никто об этом не спрашивал. Мне дарили букеты, я извиняюсь, может, я свинья, что я за глаза говорю веник, но ощущение было именно такое. А я люблю максимум два-три цвета и небольшой букет, так. И каждый раз, когда он приносил, я говорила спасибо, потому что запомнил купить цветы, подарил, его внимание приятно. Но один раз мне ученицы подарили букет в стиле, который я люблю. И значит, мы поставили, я ему говорю, какой красивый букет, я так люблю, когда это все в одном тоне. Я смотрю, он так под нос, интересно. И все, с тех пор букеты поменялись. Теперь, тут я не пришла с замечанием, у тебя оляповатый вкус, сочетание из десяти цветов не смотрится красиво. Смотрится красиво, только не в моем вкусе, так. Я лично считаю, что мне покупали очень красивые букеты, но это не мой вкус. Так, ты, так, я тебе скажу, что мне хочется. Когда говорим такую фразу, я же уже сказала, что то, что ты дал, не хочется. Я выбрала подходящий случай. И это не имело никакого отношения к его подарку, к тому, как он меня побаловал. И так потихоньку человек начинает узнавать, понимать. Ну да, дорогие женщины, я опять возвращаюсь к знаменитому слову, которое я все время говорю, а в 21 веке его не любят терпение. Так, у нас дома всегда отец говорил, спешка нужна при ловле блох. Блоха может убежать, если ее не поймать быстро. А семейные отношения так не строят. Я помню, как у меня одна женщина сидела на уроке, а они с мужем консультировались у меня в это время. Она приходит и говорит, вы представляете, я сделала все точно, я проверяла по правилам, которые вы сказали, а он сделал всего одну вещь из трех, которые я попросила. И говорю, дорогая, я вам пообещала, что если вы сделаете по пунктам А, Б, В, то все ваши желания немедленно будут удовлетворяться, а теперь вы при нем еще и делаете ему замечания, вместо того, чтобы сказать ему спасибо за то одно, что было сделано. Так вот, если мы хотим, чтобы наши потребности удовлетворялись, то первым делом давайте определим их. То есть, я не требую от второго того, что он не может сделать. Не может. Так? Не может человек, который нашел работу на 10 тысяч, и я ему сильно завидую, что он ее нашел, вести хозяйство так, как будто он зарабатывает 25. Даже если у меня запросы на 40, я считаю, что на 25 очень сильно урезала себя в запросах. Так, я не шучу, я говорю о конкретных вещах, с которыми я сталкивалась. Так, не может человек изменить ради меня свой характер. Может в каких-то вещах больше, меньше, так, но совершенно изменить его не может. Не может перестать быть самим собой. А иногда мы требуем этого. То есть, первым делом, давайте определим ли то, что я требую от этого человека, это вообще можно требовать. потому что иногда ему это совершенно не подходит. Второе, выбросим слово требую из лексикона. Прошу, прошу вежливо, благодарю за каждую часть, которую сделали. Так, и все не будет, потому что для него эта просьба, она странная, ему это совсем не надо. И когда я понимаю, что ему надо, тогда я могу говорить, мне это надо. Когда я считаю, что только мне надо, тогда он не понимает, почему он должен делать вещи, которые ему не нужны. Если тут есть женщины, которые от меня слышали эту историю, то я заранее прошу прощения, но у нее на этой неделе был интересный финал. Мы когда поженились, я как всякий выходец из России, для меня день рождения дата, без которой обойтись невозможно. Я вон сейчас хожу немножко надутая на своих детей, которые забыли позвонить и поздравить. И умом я себе говорю, что слушай, у каждого комплект малышей могло случиться, но в душе мне побаливает, скажем так. Значит, мой муж израильтянин, у них дома говорили день рождения праздновал фараон. Так? День рождения для маленьких детей. В садике празднуют день рождения. Где слыхано, что взрослые люди отмечали день рождения? С этими двумя разными подходами мы поженились. То есть у меня потребность, причем острая, чтобы мой день рождения отмечали, для моего мужа это какая-то глупость. И мы уже были женаты много лет, и я ему, он мне сказал, если тебе это надо, напоминай мне перед днем рождения, я тебе это сделаю. Ну, это так. Короче, мы были уже женаты далеко не год, когда я училась, не уроки давала. Я сказала человеку, у которого я училась, что мне этого очень не хватает. Она говорит, слушай, реши, что он у тебя инвалид в этой области. Ты же не будешь требовать от Хромова, чтобы он делал 500-метровые пробежки на скорость. Ну, нету этого у человека. Она мне это сказала, я задумалась и поняла одну вещь, что для меня это нужда. Так, то есть, есть у моего мужа, как, наверное, у меня, плохие привычки, какие-то вещи, которые, но они мне не мешают. Или, если мешают, я с этим готова мириться. А вот день рождения я не могу. И я решила, что вместо того, чтобы решить, что он инвалид, я как раз решила, что он не инвалид. И в очень хороший момент между нами попробую ему объяснить, насколько для меня это важно. И я ему просто рассказала, как мне уже был 21 год, буквально за пару месяцев до того, как мы познакомились, мама с моими младшими братьями уехала на отдых. И это как раз получилось, когда мой день рождения был. А я утром просыпаюсь, возле кровати стоит стул, а на стуле коробка с наборами кремов. Мама купила заранее, зная, что она уезжает, а отец ночью на кончиках пальцев прокрался с этим стулом и кремами и установил это возле кровати, чтобы когда я встану, я увижу, что меня не забыли. Даже до комнаты не надо было дойти. Я это мужу рассказала. Она меня посмотрела и говорит, знаешь, и никогда раньше не понимал, что это для тебя. Но ты же знаешь, я абсолютный дурак в области дат. поэтому недельки за две до твоего дня рождения начинай мне напоминать о нем. Так? А я всеми силами буду стараться что-то купить и так далее. Так вот, почему я говорю, что в этой истории новый финал? В этом году меня спросили, слушай, приближается твой день рождения. я хочу тебе купить то-то и то-то. Тебе это хочется? Я говорю, если это от тебя, мне это хочется больше всего. Ну, и, значит, и разговор забылся. Подошел мой день рождения, он на меня смотрит и говорит, а когда мы идем это покупать? И тут я расплакалась, я ему говорю, слушай, что ты уже дату помнила в это, я не верила вообще никогда. Теперь, дорогие женщины, я замужем 35 лет, это отняло очень много времени, так, но, но я не думаю, что если бы я давила, устраивала сцены, как я ни разу себя дома видела, ты мне ничего не покупаешь по праздникам, а мужчина религиозный мужчина обязан, так, бла-бла-бла-бла-бла, я не думаю, что я бы дожила до этого дня. То есть, давайте объясним человеку по-хорошему, с любовью, то, что нам по-настоящему нужно. Если мне все нужно по-настоящему, то я еще раз повторяю, это удовлетворить невозможно. Но если я могу сказать, слушай, ну мне просто необходимо там несколько дней отпуска вместе, или куда-то пойти, или проветриться, или еще что-то, и я это ценю, и я благодарю, и я готова дать человеку время, и быть гибкой, когда, и что, то постепенно мои потребности начинают выполняться. Теперь, если это потребность в помощи, так, я буду об этом говорить дольше, потому что она связана с критикой очень сильно, так что на следующем уроке, что я буду давать, я об этом буду говорить дольше. Но хочу сказать только одну вещь. Если это муж тот, кто помогает, то то, чем он помогает, огромное спасибо. Если меня это не устраивает, и мне нужна другая помощь, так, может быть, нужно говорить не о том, чтобы он помогал, а о том, чтобы он оплатил помощь. Мы очень бедные, у нас нет возможности подумать про это, неправда. То есть, да, я знаю, что есть очень-очень-очень бедные семьи, но то, что по-настоящему необходимо, всегда можно. Если мне необходимо два часа в неделю, чтобы кто-то пришел и помыл и убрал, значит, мы урежем от чего-то другого, вот эта необходимая вещь у нас будет. А если мне нужно, чтобы кто-то на часок забрал детей, чтобы я могла поспать или выйти куда-то, то опять это может быть важнее, чем какая-то новая вещь в дом. а кто мне скажет, у нас нет никаких расходов. Я всегда говорю, женщины дорогие, не дай Бог, зуб разболелся, так, что, скажем, пусть болит, не пойду к зубному, но я знаю многих, которые могут так тянуть, но в конце концов, обычно зуб все-таки заставляет вспомнить о нем. Так откуда-то же эти деньги возьмутся до такой степени, что пойдем и гмах возьмем. Я тут с одной парой разговаривала, сказала, господа, у вас просто нет выбора, возьмите гмах на ближайшие полгода для того, чтобы шесть недель была нянька в доме. Невозможно в вашей семейной ситуации без этой няньки. Будьте шесть месяцев выплачивать эти шесть недель, что можно сделать? Иначе, говорю, будете платить совершенно другие вещи. Я очень серьезно, потому что я знаю, что можно добраться и до того, что психиатра потом будут оплачивать. Так вот, если это нужда, то давайте объясним ему. А если мне скажут, а как моя мама справлялась или как рабонит икс справляется или как или как, то я отвечу, что, дорогой, я же от тебя не требую быть раб икс, так, так я не рабонит икс, я не справляюсь, мне это нужно. Это, я еще раз повторяю, когда будем говорить о критике, я расширюю, но когда что-то действительно настоящая нужда и без этого невозможно, значит, эта вещь нужна. Так и остается только думать как, не что, а как. Точно так же я должна научиться понимать нужды другого, что теперь и главная проблема здесь бывает, что иногда нужды у нас, ну, совершенно разные. Я в жизни не забуду, как вышли первые дигитальные фотоаппараты. Сегодня нет ребенка, который бы себе не позволял фотоаппарат. А первые дигитальные фотоаппараты стоили совершенно сумасшедшие деньги. А у меня муж помешан на фотографии и делает это великолепно. У него действительно очень красивые снимки в качестве руби. И вот, значит, у меня там образовалась определенная сумма отпускных и мы садимся обсуждать, что купить на эти деньги. Я хочу поменять шкаф в спальне. так, значит, с него уже формайка облазит, дверцы не закрываются, то не так, это не так. Муж мне говорит, слушай, этой суммы достаточно на дигитальный фотоаппарат. я на него смотрю и говорю, скажи, что нужнее, шкаф или фотоаппарат. Он смотрит на меня и я вижу, что он не шутит. Он мне говорит, конечно, фотоаппарат. Вещи же не валяются, вон шкаф, все там лежит внутри. Так, вот, а хороший фотоаппарат. У нас же потом не будет воспоминаний после какой-то поездки, если мы все не сфотографируем, не запечатляем. Я иногда говорю, что на наших поездках я бываю в городе в одиночестве, он со своим любимым фотоаппаратом в обнимку. Так, но я на него посмотрела и поняла, что его нужда в фотоаппарате пересиливает мою в красивом шкафу, потому что шкаф действительно было не то, что некуда было класть вещи. На будущий год даже не было разговора, это еще год заняло, но когда подошли мои отпускные, он мне сказал, все, идем выбирать шкаф. Так опять мне сейчас скажут, так вы целый год ждали нового шкафа. так, да, целый год, и годы, 365 дней, это долго, и раздражало меня вид этого шкафа, и так далее. Зато у меня был муж, которому хотелось удовлетворять мои потребности, потому что он видел, что я не сказала, что гобби ты сравниваешь с вещью, которая нужна дома. Фэ? Для человека его гобби может быть так же важным, как для кого-то, что тогда. Так первая должна уметь понимать, что потребности бывают разные, и когда я принимаю, что нужда другого может быть что-то, в чем я совершенно не нуждаюсь, тогда можно разговаривать на другом уровне, и тогда легче это просить, легче добиться понимания. Ну, и самое главное, я опять возвращаюсь к волшебному слову тогда. Спасибо. То есть, давайте возьмем, у нас у всех есть очки, только они не совсем обычные. Одна линза уменьшительная, а вторая увеличительная. Вопрос, на что смотрим в уменьшительную, на что в увеличительную, это вся семейная жизнь зависит от того, как мы пользуемся этими очками. То есть, если любую вещь, которую я получаю, я вижу в уменьшительную линзу, потому что это не все, что я хотела получить, а любую вещь, которую я даю, я вижу увеличительную линзу, то мы ссоримся постоянно. А если я то, что мне дают, я ценю, я вижу это хотя бы настоящих размеров, я уже не прошу увеличительную линзу, но вижу, то есть кто-то мне рассказала это, а сидела у меня пара и речь шла, что каждый из них вкладывает в то, чтобы построить по новой семейные отношения. Люди во втором браке. Она говорит, я считаю, что я вкладываю все, что можно. Я говорю, например. Так? Она говорит, я готовлю, я стираю, я глажу ему, я стараюсь удержаться от ссор, я делаю то, я делаю это. Я говорю, так, а что он делает? Она говорит, одну единственную вещь, он специалист по компьютерам, он моим детям налаживает компьютеры, чтобы они значит, ими занимались. Я говорю, так, вы сидели здесь, вы рассказывали, что он на праздник вам купил украшение, что вы ездили всей семьей на отдых, что, я говорю, я думала, вы имеете в виду каждодневно. Все. То есть, мы взяли все, что человек дал, и размазали. Я ничего не получаю в этом браке. А теперь, важная вещь, у меня на нее есть время, это хорошо. Значит, я, я всегда говорю, что очень важная литература это мужчина с Марса, женщина с Венеры. Так вот, я хочу напомнить, он там говорит о мужской арифметике и женской арифметике. Женщина дает одно очко за любое положительное действие. Так? То есть, ты вынес мусор, тебе положено очко. Купил украшение на праздник, тебе тоже положено очко. Так? Но мужчины дают по ценности подарка. То есть, купил украшение, это ты заработал хотя бы 30 очков или 50. Теперь, очень важно в этой математике две вещи. Первое, что мужчина, который считает, что у него есть больше очков, чем у женщины, не видит никакой нужды выкладываться. Так? Второе, мужчина снимает очки за женское поведение из того, что она сделала. То есть, ее неблагодарность, ее некрасивые разговоры, то, что она его унижает, понижает ценность того, что она делала. А теперь давайте посмотрим на эту мою пару, о которой я говорю. он ее вывез с детьми за свой счет на отпуск. Что значит за свой счет? Они еще во втором, в начале второго брака еще два отдельных счета. Как вы считаете, в сколько очков он расценивает свое поведение? Пятьсот, согласна. Он ей купил украшения на день рождения, хотя бы еще сто очков. короче, у него большая сумма выигрыша, так? А она она за все это ему дала по одному очку и теперь значит у нее претензии. Как только она начинает претензии, все то, что она делает и делает и он готов это обычно оценить, обесценивается в его глазах в адвом способ ссориться в семье. А если женщина поймет эту арифметику и скажет мужу слушай, дорогой, как я ценю, что ты меня повез, и бы мы это осталось таким воспоминанием, но что поделаешь, мне ежедневно нужно, чтобы ты сделал покупки, вынес мусор, отвез детей в школу, совершено неважно что. То есть моя благодарность ничуть не меньше за поездку, но нужда в этих вещах не пропала. Ах, ты еще и что-то из этого сделал, браво, браво, какой же ты молодец. Так? Это совершенно другой разговор, и он работает, тогда слышат мои потребности. А когда я обесцениваю то, что мне дали, никому дарать не хочется. Продолжение следует...